Нет в деревне света газа, спичек, нет в деревне газа и воды, ни дорог, ни дров, и нет ответа, кто мне может скажет, может ты? Что ж такое-то, а? Только въехал и сразу сила снаешал, не указатели, ничего, бабуля, я еду просто, хорошо, что я не взял свой Аль-Парабе, у меня есть столько проблем, не заколотить, не заколотить, не заколотить, невозможно уже, такая грязь, просто не проехать, такая грязь, невозможно, да что уж такое-то, стоп! А Дир кто-то говорит? Чего ты орёшь, черт орёшь, пришёл и дома сразу орёшь. Давай выпьем, давай выпьем. Бабуль, 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 Ладно выпьем, как скажешь, бабуль, ну у вас тут нет. Выпей, потом говори. Надо чокнуться, бузер, давай. Тут можно чокнуться просто с первого тоста, я не допиваю, ладно? Нет, в деревне газа, Света. Да, это уже старая песня, слушай, бабуль, у вас здесь нету вообще, понимаешь? Я, слушай, бабуль, я сяду, потому что... Садись, садись. Не-не, сразу так мы никуда не договаривались. Давай, давай, давай. Я за рулем. Ну и что, здесь никто, здесь последний раз милиционер был, знаешь, когда? Когда? Во время войны. В 42-м, после этого никого никогда не было, сейчас не слышу. Ты что к нам приехал? За фольклором или что? Или за фарфором? В нашей такой команде, а? Я, честно говоря, приехал осмотреться, посмотреть окрестности. Я тут прикупил 25 тысяч, да? Вот чтоб ты поняла, это вот от твоего стола и до этого места, когда солнце садится, понимаешь? Да, значит, я в тебя обхожу, чтобы... Ходишь, ты со своим хозяйством, со своим, извини, со своим всем хозяйством... А выхожу где? Ходишь ко мне в 25-га. Ну так за хорошего человека можно... Ну так за хорошего человека можно... Выйдешь, тогда я не знаю, когда выйдет. За хорошего человека можно и выйдет. Да что надо-то? Для тебя, бабуль. Давай. Бабуль, в общем, я не знаю, к кому обратиться, а то у меня в Феррари, да, села по самые бампера, понимаешь? Вашу силосную яму. И я только вышел и... Понимаешь, я не то, что сам не вытащу, да? Мне надо чуть-чуть поддомкратить, немножечко так под ее, под это самое, и толкнуть, и на большачок ее, знаешь, на большачок ее так аккуратненько выпнуть, но перед этим помыть. Если можно, с шампунем. Ты гимнаст, что ли? Че ты днешь? Сядь нормально. Сядь нормально, успокойся. Тебе нужно помочь, правильно? Правильно. Все, тебе нужно помочь. Хорошо, что ты пришел в нашу деревню, хорошо, что ты зашел в избу мою. Я тебя сразу все принимаю. Давай сначала ты нам помоги, правильно, раз уж пришел домой. Давай, по русской традиции, нам помоги, а потом уж я тебе помогу. Я вот так последний раз... А кликну я всех. Вот так последний раз три контрактора профукал. Ты нам поможешь, мы тебе поможем, правильно? Ладно. Как по русскому обычаю. Хорошо, говори, что надо делать. Я никогда не отказывал. Благотворительность это мой конек. Ну все, все, все. Горбунек. Да тихо, тихо. Теперь слушай внимательно, мил человек. Ты когда-нибудь индоутку видел? Бабуль, ты от меня прости. Ну вот она сейчас передо мной просто сидит. Да нет. Прости, конечно. У нас много индоуток, много. Много у вас индоуток? Да. Ты не одна такая, оказывается. Да. Спасать надо всех. А я чем могу помочь? Слушай меня, не перебивай. Запоносились, надо всех спасать. Надо индоутку поймать, рот ей открыть. Перец горошинку и в рот засунут, она от болеть-то и перестанет. Понял или нет? Куда перец? Поможешь? Перец куда засунуть? В перец в рот засунуть, она болеть и перестанет. Поможешь индоутками? Будем дальше говорить. Знаешь, я сейчас вспоминаю такую же тему, это знаешь, когда игла в яйце, яйцо в зайце, заяц в утке, а утку санитарка утро возьми, да и вынеси, понимаешь? Тут и сказки конец. Давай за тебя, Лавусь. Ну ты сжешь, ты сжешь. Классно я заехал, знаешь, я уже не жалею, что я по самым бомберам сила себе. Ты смешной, смешной, смешной. Ты смешней, что делать реально, скажи. У Зорьки у нашей, слушай меня внимательно, у Зорьки у нашей, желудок встал, нужно за ноздрию приподнять и тепленькой водичкой влить в ведро. Понял? Желудок-то снова и пойдет. Я тебе серьезно говорю. Поможешь, будем разговаривать. Родня, дочка, сестра, что Зорьки обязательно ноздри поднимать? Вы тут оттопыривайтесь, как хотите. Ведро воды, что ли? Куда? В одну ржаву. Иногда ведра мало. Можно и три влить. Понял? Чтоб у нее желудок пошел. Зорька, она мне как дочь. Сейчас без коровы нельзя. Что ты? Сейчас в деревне без коровы. Что песня без фаяна, что Ванька без марта, что коса без травы. Что ты молчишь-то? Слушаю просто, знаешь, мне кажется чисто. Это параллельная реальность. Зорька, ноздри на выборах. Когда это тебе было? Реально скажи, чем и сколько надо помочь? У меня знаешь, как один друг так делает? Клопы меня замучили. Клопов нынче много. Видать, ранняя весна придет. А вот смотри, снегирек, на ветку сесть не может, лапку обморозит. Мужик всю водку зимой выпил. Сейчас стоит, околел, стоит около околица, околел. Женщины одни. Манька-корябка. Я только подожди. Я тебе всем нужно помочь. Можешь Маньку пить. Нальше молодая, 65 лет. Надька. Подожди. Надька, иди к нам. Подожди, подожди. Парень, Тимур. Тимур. Мне тебя много. Вы что здесь? Давай устроим здесь конкурс «Играй гармонь». Борьку надо, кстати, про гармон. Борьку заколоть. Приставать ко всем начали. Дурной. Поможешь, потом поговорим. Ладно, Борька, это все. Родня, что ли? Поговорить нельзя. Сразу, как у нас. Да какой родня? Дитя из леса приходит. Весь в волосах. Один пятак. Всех опоросит, убегает. Ко мне пристает. Понимаешь? Борьку опоросим, там Зинка уже. Молоко у нее горит. Давить надо. Поможешь, будем говорить. Что ты смотришь на меня? Давай. Бабуль. Что это, значит, это Борька, ноздри на выворот. Это ведрами хлещетесь здесь. Что попало вообще? Ты просто еще скажи, сейчас тебе ягоды перебрать. Понимаешь? А вот, кстати, насчет ягод ты хорошо заметил. Ты, мальчишка, девчонок отличаешь? Элементарно. Да. Есть и в розовом, девочка, в голубом, пацан. Да голая не, это свинята, поросята. Мальчиков по девочке, этих от мальчиков нужно отличить. А потом яйцо собрать, дров наколоть, печку растопить, половики выхлопать, понимаешь, и капканы расставить. Где комка? Где, в лесе. Вон, видишь, лесочек. А вот там согнутая березка, видишь, нет? Видишь, на ней гриб. Надо резко сновесить. На ней гриб растет, видишь, нет? Называется этот гриб конская копытца. Его надо растолочь, в дымок заправить. Обычно мужики делают улей, потому что пчелы боятся. Вот на этом грибке-то и капканы поставишь. Зайцы-то его любят. Курят, что ли? Да нет. Жуют они его, этот гриб. Ты капкан там-то поставь, да сам, смотри, не попадись. А то будешь до утра плясать. Канкан. Бабуль, бабуля, нам не хотел тебе говорить, ну раз такая тема. Я же сам отсюда, вон. Да ты что? Я же местный. Я после третьего класса ушел в жизнь, в город. Сам наш, как Алеша Пешкин. Да ты что? Да. Первый бизнес, первые разборки, первый холдинг. Подожди, а где ты родился? Деревня какая? Деревня Костаусова, Плешаковского района, под верхними тютютицами. Подожди, а где Деда Фанасьев с Прокопием реку назад повернули? Еще мельчу поставили? Ну это ж мы, семья, это ж Недомырышев. Недомырышев. Как фамилия-то? Че, не слышишь? Недомырышев. Да кто из Недомырышев? Я смотрю лицо знакомое. Ну, Недомырышев, я сразу видать, Геный. Васи. Васи. А может ты и нашу Недомырышевскую знаешь? Ну, давай-то на по тридцать капель и на три голоса... Не уж знаешь, Недомырышевскую. Легко. Проверим. Мне хорошо, колосья разбегая, Сюда хоти вечернее порой. Стеной стоит пшеница золотая. По сторонам тропинки поливать. Наш Недомырышев. Дай я тебе поцелую, бабуля. Ё-моё, пара с этим. Не-не, валить надо, валить надо. Ай-да! Я тебе, я тебе Борьку покажу. Дай-да. Мы так не договаривались. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.